Всем привет! Меня зовут Настя и вы на канале о Черногории. И Черногория очень удобно расположена, поэтому, приехав в Черногорию, у вас есть возможность посетить еще несколько стран. Вы уже видели видео об Албании, мы еще будем снимать, но сегодня мы едем в Хорватию смотреть знаменитый Дубровник. Погнали! Итак, мы едем в Дубровник. Да, смотрите, зимой мы сейчас, это займет где-то у нас 2-2,5 часа вместе с паромом. Если хотите проехать через Бока-Которскую, то есть это будет дольше, но захватите Бока-Которский залив, посмотрите на залив. Это будет где-то плюс 1 час, все зависит тоже от пробок и тому подобное. Летом это, конечно, будет увеличиться время на час. Могут быть пробки, если поедете через Бока-Которский залив в Которе, и могут быть пробки на паром. То есть много желающих, потому что сокращаешь путь. Ну и, конечно же, граница, ребят. Есть две границы, через которые мы ездим. Есть маленькая для местных. И есть основная граница. Мы сейчас, скорее всего, поедем через основную границу. Хотя посмотрим. Я не знаю, что мне не нравится количество машин на дорогах, поэтому, может быть, попробуем через маленькую. Сколько километров? Сколько километров, где-то это около 90 через основную и где-то 100 через маленькую границу. От Будвы, да? От Будвы, да. Мы приехали на паром для того, чтобы сохранить, скажем так, время, сэкономить. Мы ездим через паром. Но можно поехать в объезд, если хотите поехать по красивой дороге, например, в одну сторону. И паром стоит 4,50 за машину. Кстати, если люди просто едут пешком, грубо говоря, то паром будет бесплатный. Вот вам цены. Останавливайте видео. То есть, если вдруг мотоцикл или, вот, написано, что пешком, да, да, бесплатно. Так, ребят, смотрите. Вот он билетик на паром. На обычную машину 4,50. Купить его онлайн нельзя. Можно купить только вот в этой будочке. Обязательно выбежать и оставить машину, и купить билетик. Это не очень удобно, но как есть. Но это Черногория. Да, можно оплатить картой. Вот приехал паром, выезжают машинки, и мы заезжаем на паром. Итак, мы загрузились на паром. Сейчас покажу вам, как это выглядит. Кстати, очень красиво. Обязательно выходите, смотрите. Очень красивые виды. И вот. И вот он я. Вот Рома. И вот такая вот куча машин на паром. Это, кстати, маленький, так как Рома сказал, есть и больше. Вот мы перебрались через паром. Это заняло где-то у нас 10-15 минут. С погрузкой и выгрузкой. А если мы поехали по, ну, не через паром, а по побережью, то это где-то было около плюс 40 минут, плюс час. Все зависит. О, а там, кстати, сзади, на заднем фоне были остричные фирмы. Дороги в Хорватии хорошие. Если автобаны, они платные отдельно. А если не автобаны, то дороги бесплатные. То есть частично бесплатный красивый вид. Впереди нас ждет Дубровник. От границы до Дубровника сколько примерно километров? Около километров 40. И перед тем, как заехать в Дубровник, мы заезжаем на смотровую. Тут такая вот крутая достаточно дорога. Там, когда едет встречка, в общем, не спешите. Нужно пропускать, да. Да, но она того стоит, эта смотровая, поверьте. Вот такие вот повороты, не очень, скажем так, удобные. Ну, тут есть кармашки для разъезда. Остров Локрум, на который, кстати, ходят лодочки. И вот он, Дубровник. К сожалению, засвечивается видео солнцем. Но днем потрясающая просто панорама. И вот туда наверх, если вот видите, вот он. Вот сюда же, на самый верх, идет канатная дорога из самого центра Дубровника из Старого города. Поэтому тоже можете прокатиться, если хотите. Ну, или заехать сюда. Ну, вот мы приехали, конечно, после обеда. Ближе к вечеру, ближе к закату. И вид, конечно, Дубровник другой. Поэтому лучше приезжать утром. И, ну, то есть выезжать пораньше, чтобы избежать пробок. И попасть на красивый панорам. Вот, собственно, начало канатной дороги. Сейчас она закрыта. Билет стоил 200 кун. Я думаю, что это будет примерно так же. Вон, впереди, вы видите, старый город. И 200 кун – это примерно 27 евро, плюс-минус. Вот, кстати, отсюда очень красивый вид уже на старый город. Не могу зайти, потому что закрыто. И прям рядышком, оп, прям рядышком возле Старого города. Вот он тоже, еще его видно. Находится начало канатной дороги. Прямо у стен Старого города есть парковка. И вот обратите внимание на цену. Сейчас она стоит 10 кун. Это 1 евро – это примерно 7,5 кун. И посмотрите на цену в сезон, да, 50 кун. В общем, не дешевое удовольствие. И не теряйте карточку, которую вам дадут, потому что это будет вам еще дороже. И еще один минус. Здесь нельзя заплатить в евро. Нужно платить только кунами. И сейчас проверю, можно ли платить картой. Сразу могу сказать, что в сезон парковка обычно забита, несмотря на цену. Потому что у нее очень хорошее расположение. И платите вы здесь в автомате. Можно кэшем. Можно картой, да. Или кэшем, но только кунами. Понятно. Неудивительно. Город, конечно, красивый, огромный. Не зря он такой популярный. Сейчас идем внутрь. Очень много машин. Везде все напарковано. Везде, везде платные парковки. Просто так не ставьте машину. Дубровник, конечно, очень красивый. Его узкие улочки, ступеньки и старинные здания. Конечно, то, как он сохранился, это что-то невероятное. Мы вышли на главную улицу города Дубровник. Улица Стродун. Просто посмотрите на эти здания. Неудивительно, что его все так любят, но Дубровник один из самых дорогих городов Хорватии. И могу сказать, что вполне может посостязаться с самым дорогим городом Адриатики, я думаю. Тут на одной из улочек от главной улицы есть магазин с копией Железного Трона из Игры Престола. То есть, если кто фанат, можете зайти туда, что-то купить на себе на память и сфотографироваться на этом троне. Либо просто заплатить и сфотографироваться. Главный вход в город Дубровник. И впереди нас встречает уже лестница, которая участвовала в съемках Игры Престола. Вообще, у них здесь есть отдельная экскурсия. Она стоит в районе 30 евро и длится около двух часов, чисто по местам съемок сериала. Ну и кадр, я думаю, узнаете эту лестницу и кадр из сериала. Ну и впереди Ануфриев фонтан, очень красивый. И его строил, кстати, итальянский архитектор. Вечерний Дубровник. Мы попали уже, не успели на дневной. Но, мне кажется, здесь красиво в любое время года. Вот здесь, где стоит Рома, там вход на стены. Да, вон там, по-моему, у меня сезон, если это расписание, до трех он работает, но сезон, скорее всего, дольше. Я сейчас могу разглядеть, 250 куб, это больше 30 евро. Прогуляться по стенам. Летом вообще очень жарко, сразу же говорю, так что берите с собой водичку, панамочки и тому подобное. Мне кажется, на закате лучше всего. Около двух километров стены, да? Да. Первый раз, кстати, вижу, что церковь Святого Влаха открыта. Мы зашли посмотреть. Ну, в принципе, как и большинство католических церквей, вообще, сколько раз здесь были в Дубровнике, она всегда закрыта. Вот тут, если свернуть направо, тут будет площадь, на которой обычно рыночек, причем он в туристическое время, в сезон он постоянный, каждый день, и здесь же кормят в 12 часов дня, кормят голубей. И правительство, то есть власть города, выделяют на это деньги. Не только в Которе, но и в Дубровнике котов очень много. Ну и... Ну, это так называемая лестница шейм. Ну, шейм – это стыд. И кто смотрел «Игру престолов», тому объяснять не надо, да? Да, тому объяснять не надо. Здесь даже в кафешках в сезон продают всякие шеймбургеры и тому подобное. Ну, прикольно, на самом деле. И здесь же в Дубровнике, кто поклонник сериала, может взять отдельную экскурсию чисто по местам «Игры престолов». Нам, конечно, повезло, что мы можем сейчас гулять по Дубровнику, потому что туристов нет вообще. Ну и, в принципе, я думаю, до конца марта еще не будет большого наплыва, но это город, который никогда не пустует совсем без туристов. Отсюда, кстати, отходят лодочки, кто хочет на Лакрум. Поехать, погулять. Лакрум – это национальный парк. Здесь такие стоечки, 75 кун. Но, насколько я понимаю, здесь они не причаливают. То есть тут нужно спрашивать, возможно, те, которые причаливают, стоят дороже. Это, по-моему, панорамный круиз, просто чтобы посмотреть на Дубровник с воды, плыть в Лакрум и вернуться, по сути дела. Но здесь есть точно, которые возят прямо сюда, на самом острове. Кстати, в Дубровнике есть Мишленовский ресторанет с одной звездой. Он закрыт, понятное дело, сейчас. Но, если захотите поискать, вернее, захотите покушать в Мишленовском ресторане в Дубровнике, то тут есть. Вот он, красавец Дубровник, в огнях. Приезжайте. Ну что ж, наше видео подошло к концу. Ставьте лайк, надеюсь, вам понравилось. Задавайте вопросы, говорите, какие видео хотите, чтобы мы еще снимали. А мы будем снимать. Спасибо.